И мы передаем привет всем тем, кто нас заставлял побыстрее принять здесь закон о самозанятых, говоря, что подобных нарушений не будет. Вот конкретные примеры. Водители скорой помощи хотят сделать самозанятыми. И, к сожалению, такая ситуация сегодня везде. Что дальше? 0.3 мы переводим на частные рейсы. Дальше 0.2-0.1 будет там. Яндекс.Полиция, Яндекс.Пожарные. Это уже беспредел. Что, хотим, чтобы народ у нас завил и здесь взялся? Остановить перевод государственных функций, передачу их в частные руки с последующим взыванием денег из без того худых карманов нашего населения. Уважаемые коллеги, минувший январь ознаменовался событием, которого ждали, подозреваю, все, кто следит за происходящим в стране. Я говорю про смену кабинета министров и отставки чиновников, которые сейчас дошли уже до регионов. И, видимо, мы увидим их продолжение. Причины этих изменений понятны всем, кто следит за происходящим в стране, понятны всем, кто реально чувствует то, что происходит, а не живет в красивом мире отчетов и цифр, которые научились чиновники с мест направлять сюда, в Москву, и рассказывать, как все хорошо. Проблемы в социалке и экономике очевидны всем. И многочисленные ошибки и просчеты, причем в том числе конкретных чиновников, привели к тому, что метастазы пошли во многие сферы жизни общества. Ну, новую команду правительства нам рекомендовали как раз как опытных, хороших, сильных врачей, которые будут эти недуги лечить, дай бог. Но просто хотелось бы, чтобы они не симптомами занимались, не по хвостам били, а устраняли первопричины болезни. Одна из таких болезней, которая сегодня поразила нашу страну, нашу социально-экономическую сферу, это государственная безответственность. Передача государственных функций в руки коммерсантов, частников. Тех самых государственных функций, за которые люди платят налоги, которые они хотят получать от государства, и для реализации которых вообще-то государство существует. Пример. Народосбережение и его важная часть – здравоохранение. Я думаю, что ни для кого не секрет, что сегодня здравоохранение превращается все больше и больше в частную лавочку, на которой зарабатывают фирмы-присоски, жучки в виде страховых компаний. Туда уходят колоссальные деньги, туда уходят миллиарды, которые могли бы пойти на модернизацию здравоохранения, на восстановление из руин оптимизации, или, проще говоря, утилизации, которая с ней происходила все эти годы. Но нет, эти частные лавочки, эти страховые компании медицинские, как-то все оберегают. Что мы никто не знаем, что они на самом деле не способствуют лечению людей, что из-за них пациентов лечат на бумаге, что это выдуманные пациенты, которые якобы ходят в поликлиники, из-за которых в сговоре чиновников от медицины и медицинских страховых компаний кто-то неплохо зарабатывает? Давайте не будем далеко ходить за примерами. Сейчас же 21 век, у нас цифровизация, каждый может зайти на госуслуги, может зайти в фонс-кабинет и узнать. Вот конкретный пример, коллеги. Вот я по себе заказал выписку. Последние два года, оказывается, я 18 раз лечился в горбольнице номер 6 города Екатеринбурга. Я проходил там диспансеризацию, чего-то там меня лечили, рост вес, мерили, интересно какой, потому что порог этой больницы я не перешагивал с 2010 года. И я думаю, что у 70% сидящих в этом зале, если не больше, та же самая ситуация. Вы посмотрите, вас наверняка тоже лечат. И так же, как и лечат 70% ваших избирателей. Так зачем нам такая система? Справедливая Россия выступала с этой трибуны, мы вам говорили, давайте откажемся от фирм-посредников медицины, давайте уберем эти страховые компании и вернемся к прямому государственному финансирую, чтобы деньги мимо не уходили. Сейчас у нас есть переходный законопроект, который на рассмотрении будет рассматриваться в ближайшее время. Хорошо, давайте для начала страховые компании только государственные, а потом вторым шагом откажемся от них. Потому что, по сути, это государственная функция, которая сегодня позволяет накрывать руки мошенникам. Это классическая, вот эти бумаги, это классическая 159-я статья Уголовного кодекса. Идем дальше. Коммерциализация скорой помощи. Многие регионы бурлят, по крайней мере у нас на Урале, Пермский край, Свердловская область. Я знаю, что в Карелии такая проблема, в Благовещенске, во многих других, передают в частные руки. Придумали красивое слово иностранное, аутсерсинг, прости господи. И, значит, вот, пожалуйста, частные водители будут ездить. Во-первых, этих частных водителей, как у нас в Свердловской области, им предлагают зарегистрироваться ИП или самозанятыми. И мы передаем привет всем тем, кто нас заставлял побыстрее принять здесь закон о самозанятых, говоря, что подобных нарушений не будет. Вот конкретные примеры. Водители скорой помощи хотят сделать самозанятыми. А дальше к чему это приведет? Давайте смотреть. Бригада не выехала. Кто виноват? Старший врач смены. Что-то случилось, у него уголовка. А ИП-шник, водитель, ну не хочет он ехать. Может солярку жечь не хочет. Может у него заказ пожирнее, как у таксистов. Вы понимаете, что мы превращаем скорую помощь в Яндекс.Скорую, понимаете? Только там платят. Знаете сколько? Вот у нас по Екатеринбургу 135 рублей в час этим водителям предложили. Давайте честно, что даже в Яндекс.Такси можно заработать больше. А теперь сравните уровень ответственности водителя скорой помощи. И, к сожалению, такая ситуация сегодня везде. Что дальше? 0,3 мы переводим на частные рейсы. Дальше 0,2-0,1 будет там. Яндекс.Полиция, Яндекс.Пожарный. То есть есть деньги, будем лечить. Нет денег, не будем лечить. Понимаете, это очень страшная тенденция. Потому что люди ждут, что здравоохранение это государственная функция. Да, можно сказать, взял самую злободневную тему. Да, даже можно слово популизм услышим здесь. Что, дескать, и так уже все признали, что оптимизация идет не туда. Вот на уровне вице-премьеров правительства говорят об ошибках оптимизации. Что будут это исправлять? Ну хорошо, давайте возьмем в другое сферы. Например, кладбище. Ну в последний путь-то чья функция? Ну государство, наверное, должно человеку помочь, да? То есть с захоронением своих близких родственников. Но сегодня у нас с вами на рассмотрение внесен законопроект о похоронном деле. Его внесло правительство еще в прошлом составе. То есть предлагают ГЧП в сфере кладбища. Частные кладбища в России. И лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Михайлович Миронов уже обратился по этому вопросу к новому председателю правительства Михаилу Мишустину. Вы поймите, в этой ситуации мы просто помогаем легализовать тех самых черных похоронщиков, которые сегодня наживаются на человеческом горе. У меня недавно на прием на региональной неделе приходил мужик, бывший афганец, в Чечне воевал, такой здоровый, добротный детина, вот он пришел отца хоронить. Ему говорят, 200 тысяч? Он говорит, тогда вторую могилу рядом сделай для тебя. Ну потому что это уже беспредел. Что хотим, чтобы народ у нас за вилы здесь взялся, когда они близкого не смогут похоронить, потому что кладбище видите ли частное? А я вам напомню, что в 2017 году было поручение президента России Владимира Путина, где было сказано как раз о том, чтобы увеличить доступность кладбищ гражданам. А такими законопроектами какая доступность можно говорить, если все опять упротся чисто в зарабатывании денег? Идем дальше. Автомобильные дороги. Кто должен заниматься инфраструктурой, как не государство? Или хотя бы сохранять действующую инфраструктуру? А теперь перенесемся в Краснодарский край, трасса М4 Дон, где сегодня уже есть один платный участок и в ближайшее время введут еще 4 платных участка. Уже поставили, значит, этот фунт сбора денег. Он находится в населенном пункте под названием «Веселая жизнь». Называется населенный пункт в Краснодарском крае. И вот такую веселую жизнь теперь обещают как минимум 500 тысячам жителей Краснодарского края. В том числе и станицы Кущевской, той самой, они тоже не смогут выехать ни за деньги. Нет, формально смогут. Где раньше было 2 километра, теперь они должны будут ехать бесплатно, если хотят, 50. И по бездорожью, по направлениям, в лучшем случае по отсыпанной щебням дороги. Вы понимаете, то есть это опять вопрос к тому, что мы просто даем возможность кому-то заработать на том, что людям и так принадлежно. Государство должно защищать здесь интересы людей. И справедливая Россия настаивает на этом. Именно поэтому наши соратники в Краснодарском крае 31 января подали документы инициативной группы на проведение референдума в Краснодарском крае по проблемам платных дорог. И мы призываем все политические силы присоединиться к этой инициативе. Мы призываем одуматься администрацию Краснодарского края и Росавтодор. Потому что мы прекрасно понимаем, коллеги, это не проблема Краснодарского края. Это проблема каждого, кто здесь из нас сегодня сидит. Потому что завтра это будет у нас в Екатеринбурге, в Самаре, в Иркутске, в Ростове. В Ростове, кстати, уже была ситуация, приходилось бороться, коллеги не дадут соврать. С той же самой М4 Дон, с попытками сделать ее платной. Времени не хватит перечислить, в каких еще сферах государство отказывается от функций, которые оно обязано выполнять. И пытается передать это частникам, которые потом наживаются на простых людях. Поэтому, возвращаясь к обобщению, интересное сравнение хочу привести в соцсетях ходят, про новое правительство. Что коллектив нового правительства напоминает такой хороший коллектив больницы в райцентре. Перспективный главврач, бережливый зам, хорошие терапевты, молодые интерны. Только пациенты так отвыкли от эффективного лечения, что считают, что лучше справляться своими силами. А самолечение в вопросах государственной безответственности нас не спасет. Это на самом деле хуже коронавируса вот этого злосчастного. Понимаете, вот, ну мы как-то, вот у нас народ привык против внешней угрозы объединиться и ее победить. И коронавирус мы этот раскоронуем и победим его, как лихорадки Эбола, вот такая, помните, была? Забудут о нем. А вот проблему государственной безответственности ее не победить даже вот с этой вот замечательной командой главврачей. Здесь нужно объединение усилий всех, в том числе нас, представителей высшего законодательного органа, для того, чтобы принять политическое решение и уже остановить перевод государственных функций, передачу их в частные руки с последующим взыванием денег и без того худых карманов нашего населения. Спасибо. Привет. Спасибо. Следите за нашими новостями, чтобы не пропустить все самое главное и интересное во внутренней политике нашей страны. Субтитры подогнал «Симон»